Всем здравствуйте! С вами врач-травматолог-ортопед Рудников Александр Владимирович. Сегодня мы поговорим с вами о здоровье вашей шеи и как его поддержать, если вдруг у вас есть какой-то недуг, как с ним справиться. Подавляющее число пациентов в последнее время – это офисные работники. Часто обращаются с головной болью, с болью шеи. Это чаще всего боль напряжения. И так нам сегодня поможет Сабрина с гимнастикой для шейного отдела позвоночника. Для этого мы будем использовать техники мышечно-энергетические. Смысл будет заключаться в том, что мы один отдел напрягаем, потом его расслабляем и тем самым увеличиваем эластичность всех мышечных структур и позволяем организму самостоятельно справиться с проталкиванием всех жидкостей как вверх, так и вниз, и, соответственно, болевой синдром исчезает как следствие. Поехали. Сабрина, начинаем. Прежде всего мы поработаем над задним отделом шеи. Как мы будем работать? Нам необходимо, опять же, что сделать? Нам нужно напрячь эту зону. Что мы делаем? Мы попросим Сабрину выполнить такое простое движение. То есть мы задвигаем фактически шейный отдел обратно. Чаще всего это происходит вот так вот. Мы сидим за компьютером, работаем, работаем, все затекает, шейный отдел начинает болеть, хочется его куда-то потянуть, растянуть, но тянуть не надо. Нужно сначала его напрячь, ребята. Для этого задвигаем шейный отдел позвоночника. Выполняем это упражнение 10-15 раз. Вот. Довольно-таки желательно здесь по объемнее движение, чтобы прям... Упс! Обратно. Так. Обратно. И выполняем это упражнение до дискомфорта. Необходимо ощущение дискомфорта где-то вот по задней поверхности шеи. Это как раз-таки мы ощущаем границу этого напряжения. И каждый раз продавливаем это напряжение чуть больше, чуть больше, чуть больше. И тем самым восстанавливаем всю биомеханику шейного отдела позвоночника. Далее мы переходим к боковой поверхности шеи. Здесь чаще всего происходит напряжение в лестничных мышцах. Так называемый с колену синдром или синдром лестничной мышцы. Поехали. Для этого, опять же повторюсь, нужно сначала напрячь. Напрячь эту зону боковую. Сейчас Сабрина нам покажет это упражнение. Для этого нужно установить руку на теменную часть головы. И затем мы осуществляем поддавливание. Поддавливание – статическое напряжение, чтобы ощутилось напряжение по боковой поверхности шеи, где включается стерноклеидом и стеидус, шейно-грудиноключично-социевидное. Также включаются лестничные мышцы. И тем самым в течение 30 секунд где-то в среднем мы осуществляем это напряжение. Потом мышца за счет того, что перенапрягается, происходит феномен постизометрической релаксации. То есть мы напряглись, потом все расслабились. И здесь же мы растягиваем в обратную сторону. Сабрина сейчас покажет. Вот, отлично. Все очень просто. И вытягиваем в течение минуточки вот этот боковой отдел, боковую поверхность шеи. Отлично. Выполнили одну сторону. Затем мы выполняем противоположную сторону. Все то же самое. В течение 30 секунд, минуты осуществляем статическое давление теменной областью черепа на ладошку. Выполнили. Отлично. Наступает релаксация. И мы помогаем самостоятельно противоположной рукой. Вытягиваем боковую поверхность шеи. Отлично. Вытянули. Эластичность всех структур восстановилась. Кровоснабжение восстановилось. И, соответственно, те нервные окончания, которые поджимают в результате появившейся протрузии, грыжи, компрессии, на них уменьшается. Болевой синдром уменьшается. И мы победили, соответственно. Мы задействовали заднюю поверхность, боковые. Теперь нам необходимо задействовать переднюю поверхность шеи. По передней поверхности шеи, вот они очень хорошо видны. И здесь, если просмотреть, вот она мышца. Это грудиноключично-сосцевидная кивательная мышца. Чаще всего происходит напряжение в ней. Мы что делаем? Опять же, выполняем статическое напряжение. То есть, ручками упираемся в лоб. И создаем давление. Давление вниз в течение, соответственно, 20-30 секунд. И затем мы выполняем в обратном направлении релиз. То есть, растягиваем. Для этого нам необходимо ручки установить на поверхность грудины. Установили таким образом. И вытягиваем шейку вверх. Вот, отлично. И при этом еще мы можем потянуть подбородочек по направлению вверх. Тем самым усилить это натяжение. Будет выглядеть вот таким образом. Выполнили это движение. В течение 30 секунд-минуты мы добиваемся стойкого релиза. И таким образом мы расслабили заднюю поверхность, переднюю поверхность, боковые поверхности шейного отдела позвоночника. Восстановили иннервацию, восстановили кровоснабжение данной зоны, подвижность. Ну и как, соответственно, побочный продукт, облегчение общего состояния и снятие болевого синдрома. Так, ребята, практикуйте, будьте здоровы. Все получится, главное, действуйте.